Приветствую вас. По-моему, вы уже задавали такой вопрос. По крайней мере, совершенно очевидно, что что-то похожее я читал. Очень сильно похожий сюжет, очень сильно похожий развитие событий, за исключением некоторых деталей. Ну, если это новый вопрос, чтобы вы написали до этого ничего такого, то я извинялся. И это к чему? Если вы писали уже вопрос, то вам, наверное, дали ответы. И, как бы, тут, наверное, история не про вопрос, а про психотерапию, потому что, как бы, советы не помогут. Советы не помогут. Это не решит ваших проблем, вследствие которых вы оказались в такой ситуации, и уж точно не снимет страдки. Кроме того, на мой взгляд, ошибочно думать, что вот уйдете вы с работы, и не будет у вас стресса. Лично я думаю, что здесь мы сталкиваемся с определенным системным поведением вашим, вот, который нужно корректировать через паттерн этого самого поведения. То есть, скорректировать паттерн и скорректировать все поведение в целом. Да, ваша жизнь изменится, да, вы будете по-другому себя вести, но таких ситуаций, вероятно, не будет. По крайней мере, в мире так реагируете. Как реагируете вы сейчас, вы вряд ли станете. Следующий важный момент касается того, наверное, что вот советы психологи не дают, и, на мой взгляд, советовать вам что-то означает брать ответственность за вашу жизнь, что было бы неправильно. На мой взгляд, что может сделать психолог в этой ситуации, это рассмотреть ситуацию, выявить определенные моменты, к которым вы не обращаете внимания, и, соответственно, с ними поработать. Вот. Лучше это делать, конечно, в формате психотерапии, а не в формате вопрос-ответ, потому что это менее эффективно. Вот. Смотрите. Значит, давайте начнем сначала. Да? Вы пишете о том, что хотели найти работу с графиком 3-5 часов в день, чтобы был дополнительный доход, пусть и небольшой, и чтобы было время и силы заниматься ребенком, домом и собой. В итоге вам сделали предложение, работа дистанционная на 5 часов в день, это продажи в узкоспециализированной, у меня профессиональное, профильное высшее образование в этой теме. Вот. Первый месяц работы не особо напрягался, было спокойно, я справлялась, руководство было довольное. Из минусов было то, что меня официально не устроили, хотя он начали обещал, но потом сказали, что слишком высокие налоги, и мне выгодно... В общем, попросили остаться самозанятыми, да? Пишите вы. Вот. Вы пишите, что согласились, так как устраивал график и зарплату. Вроде бы руководство меня оценит, компания известная, коллектив нормальный. Проблемы начались полгода назад, постоянно меняют организацию и работы, добавляют новые обязанности, которые отнимают много времени, и мешают заниматься основными обязанностями. Постоянно начальство пытаются наручить наши договоренности. И вот, собственно, здесь начинается проблема, которая приводит ко всему тому, на мой взгляд, что вы... ну, как бы описывает. То есть, история здесь какая? Вам пообещали вначале и не сделали. Вы соглашаетесь, потому что вас устраивает зарплата и график. Но, понимаете, какая штука? Вот именно здесь происходит нарушение ваших личных границ. Одна сторона, сторона, чего-то пообещала и не сделала. Вы на это соглашаетесь. Я думаю, что вот в этой ситуации, да, вы могли бы себя защитить, вы могли бы свои интересы как-то продвинуть дальше. Ну, например, сказать о том, что, окей, я останусь самозанятой, но давайте тогда повышать мне зарплату. Вот. Или выплачивать ее по частям, потому что договоренность вы не выполнены. Если вы что-то не выполнили, я чего-то недополучила, то вы должны мне что-то додать. Ну, вы же просто соглашаетесь. Дальше, несмотря на то, что вас устраивает зарплата и график, вы здесь свои личные границы нарушили. вы позволили, значит, ну, так сказать, ущемить вас. Обделить вас. Да, вы можете сказать, что ради графика и зарплаты. Это окей. То есть, если вы говорите о том, что вас устраивает графика и зарплата, то в какой-то степени вы опираетесь на вот эти две вещи, график и зарплата, как на ценности. То есть, вот ради этого я, как бы, терплю работу, ради этого я, как бы, терплю какие-то неудобства, ради этого я, как бы, соглашаюсь на какое-то ухудшение, ну, своих условий и так далее. И это нормально. Это нормально было бы, было бы, если бы вы, во-первых, не были склонны к системному нарушению своих личных границ. Не в смысле, что вы нарушаете личные границы других, а вы склонны к тому, чтобы свои личные границы нарушать. То есть, у вас отсутствует четкая позиция по поводу, ну, своего удобства, своего комфорта, своих каких-то оптимальных условий. Вы это объясняете тем, что вы терпите ради денег. Да? Ну, опять же, вы можете терпеть ради денег. Как бы, вас никто не отговаривает, это ваши деньги, ваши финансы, ваше благосостояние, и никто не вправе оценивать то, как вы к этому пришли. Да? То есть, ну, типа, если вы не нарушаете закон, то, как бы, никаких проблем здесь быть не может. Ну, вот. Просто, с точки зрения, например, психологии, если вы типа как терпите ради денег и при этом чувствуете истощение, чувствуете вот все то, что вы описываете, да, то есть такое ощущение, что вы себя насилуете. Есть такое ощущение, что вы себя заставляете. И вот при чтении вашего текста у меня сложилось такое впечатление, вот такой вопрос, появился внутренний. А зачем вам деньги? Ну, то есть, деньги, которые вы получаете, стоят всех тех переживаний? Вот какой вопрос у меня появился. Зачем вам деньги? Не в смысле того, зачем они вам, на что вы их будете тратить. Нет, это исключительно ваше дело. Я больше здесь про то, про то, что у меня нет ощущения, что деньги вам важны. Потому что, если бы они вам были важны, да, то вы бы ничего этого не ощущали. У вас было бы чувство, что вот то, что происходит, это вполне, ну, стоит того, что вот, сколько вы получаете. Да? Но у вас этого ощущения не было. Это означает, что внутренне вы не оцениваете деньги как достаточных, достаточность для того, чтобы вот в этом всем вариться и все это переживать. Все остальное, то, что вы написали, извините, пожалуйста, является рационализацией. Все, что вы описываете по поводу действий с вывода на шайлл, то, что вы описываете, по поводу своих ощущений, что у вас все мысли о работе и прочее, прочее. Это все следствие. Следствие вот этой вот истории. Что? У вас внутренний конфликт. Мне нужны деньги, и я не хочу, не хочу это терпеть. Что здесь происходит? Происходит здесь то, что у вас как будто бы есть навязанная цель. навязанная, не живая цель. Точнее, эта цель, она как бы перестала в какой-то части своей быть живой. Да, изначально вам нужен, вам нужен был дополнительный доход небольшой, и у меня было ощущение, что работа должна была быть не пыльной. Ну, знаете, такая подработка, да, которая особенно не напрягает, да, которая не причиняет особых хлопот, да, и так далее. Это сейчас не так. То есть, у вас не такая работа. Вот, вот это вот противоречие, которое есть. Мне нужно что-то, я получаю это что-то, испытываю много негативов. Вот вам сказали, что у вас повышенное чувство ответственности. Спорить не буду, это мнение моего коллеги, может быть, он и прав. Лично я вижу то, что как будто бы вам сложно говорить людям нет, то есть, сложно отказать, вы боитесь отказа. Лично я думаю, что вы сомневаетесь в своей ценности, несмотря ни на что. сомневаетесь, хоть и вы пишете, что такого работника найти совсем непросто и так далее. Вот. У меня есть ощущение, что вы сомневаетесь в своей ценности, у меня есть ощущение, что вы себя принижаете. Ну, что называется комплекс самозванцем. Вот. Может быть, это и не совсем ваша история, в смысле того, что он не полностью раскрываетесь в этом комплексе, но, на мой взгляд, вот что-то такое есть. Вот, как-то так. Поэтому, что здесь нужно делать? Делать здесь нужно, на мой взгляд, следующее. Во-первых, для себя самой четко определить цель, ради чего вы это терпите, если ради денег, то что такое деньги для вас, на что они вам нужны, что они для вас значат, что они вам дают и так далее. Уверены ли вы в том, что то, что вы хотите через деньги получить, вы можете получить только через них? Это первое. И второе, это то, что происходит, собственно говоря, с вами. Вся ваша реакция означает, ну, сопротивление, непринятие и так далее. Как получается так, что это сопротивление, вы, во-первых, ставите ниже денег, то есть, свое собственное ощущение. А во-вторых, как получается так, что вы, ну, терпите его, подавляете его, получается, не выражаете его, пытаетесь упрашивать тех, кто не заинтересован в том, чтобы предлагать вам хорошие условия, потому что вы уже однажды согласились на ухудшение. Вами манипулируют, говорят о том, что вот, вы много получаете, это, это манипуляция, и, как бы, поскольку эта манипуляция, судя по всему, работает, это еще одно доказательство, после того, что у вас занишена оценка. Вот. Собственно, именно с этим и нужно работать, да, в рамках психотерапии. Вот. По итогу такой работы, я думаю, что те вопросы, по которым вы хотите совет, решатся на собой. Вы увидите для себя, как вам, как вам можно выдержать несколько месяцев, и стоит ли это делать, потому что, вообще-то, в вашей ситуации нервные переживания не самая полезная штука, мягко говоря, а, грубо говоря, вообще-то, даже и опасно, если вы беременны, то ваше состояние очень сильно вредит вашему ребенку. Вот. Об этом вы почему-то не думаете. Вот. Еще есть ощущение, что вы, вот, как-то ждете, что вас услышали. Люди не будут вас слушать. Человек либо слушает сразу, либо не слушает. Вот. Поэтому ваш запрос поставлен некорректно. Психологи не советуют, помогают разобраться в себе. Вот. В чем нужно вам разбираться в себе, я сказал. Выбирайте специалисты, начинаете работать. Вот. И все, никаких советов вам уже будет не нужно. Вы сами найдете ответ на те вопросы, которые вас волнули. волнует. Сейчас ваша история выглядит так, что вы базово игнорируете свою проблему, да, пытаетесь ее решить как-то извне, да. Вот. Но, повторюсь, даже если вы решите извне, даже если вы получите какой-то совет, что было бы нарушением профессиональной этики со стороны психологов, вот, вашу проблему это не решит, вы снова попадете в такую ситуацию и опять будете нуждаться в советах. Советах. Вот. А последнее, пожалуй, на что я хотел бы обратить ваше внимание, да, значит, вот, вы пишете, что меняется организация работная, новые обязанности, много времени капоти отнимают, вот. Вы пишете, что вот складывается ощущение, да, что моя работа не ценится. Это ваше ощущение. и связано оно именно с тем, что вы о себе думаете. Это не связано с тем, что делает ваше начальство, потому что начальство просто продвигает свои интересы, делает просто то, что ему хочется и все. Но то, что вы интерпретируете это как то, что вы неценны и ваша работа не важна, говорит о проблемах в самозванке и в уверенности в себе. Ну, это естественно. Вот. То, что вам переплачивают, вот тоже эта история про комплекс самозванца в данном случае. вот. И вот вы пишете, что такая ситуация длится несколько месяцев и нервирует вас. Да? потому что вы терпите ее ради денег. И вот мы снова сталкиваемся с конфликтом. Вы что-то получаете за то, что что-то делается. Ну, прикладывать какие-то усилия. Вам приходится или вот скажу не очень складную и красивую фразу вам начинает приходиться прикладывать больше усилий. Да? Для получения тех же денег. И как бы нормальная реакция человека на это это выход из такого положения. Вы говорите но я терплю ради денег. Мне нужны деньги. Окей. Если вам нужны деньги все супер никаких проблем. Но понимаете нужность она ведь разная бывает. Если ваша нужность денег точно такая же как то что вы понимаете что такого работника как вы найти непросто то это абсолютно бесполезная нужность. Главой вы может быть и понимаете что вам нужны деньги но ваши чувства говорят сами за себя. Вы продолжаете себя обманывать продолжаете расанализировать объяснять и так далее. Вот такое я бы сказал системное игнорирование своей психологической жизни своего психологического мира своего мира переживаний эмоционального мира на мой взгляд приводит к тому что вы описываете повторюсь это нужно корректировать не только для вас но и для вашего ребенка и для будущего вашего родительства потому что я уверен что когда ребенок родится ну ему нужно быть наверное спокойной позитивной уверенной в себе мама а не нервная напряженная не выставшаяся и прочее но как-то так как-то так я думаю можно ответить вам на вопрос буду благодарен за обратную связь это позволит вам начать над собой работу позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии всего вам самого доброго обращайтесь я не рекомендовал бы вам затягиваться с обращением выбирайте специалиста специалиста и начинайте работу работу